Клеточная мембрана основные функции Мы люди есть сложное сообщество клеток, с которыми нужно дружить, что значит прежде всего знать, что такое клетка и как она устроена. Для более удобного понимания сути клетки предлагаю рассматривать ядро как дом, цитоплазму как двор и мембрану как забор. Мембрана это пограничная оболочка клетки, которая сродни забору вокруг двора. Для чего нам забор? Прежде всего для защиты двора как собственной территории от постороннего вредного вмешательства извне. Также и клетка защищена мембраной от свободного сквозняка. Как у забора есть калитка и врата, так и мембрана имеет специальные каналы для проникновения в клетку и из нее обратно молекул и ионов. Но как клетке знать, кого и когда пропускать в свой двор? Для этого в мембране есть множество рецепторов, воспринимающих химические сигналы. Гормоны, медиаторы и другие биологически активные вещества распознаются мембранными рецепторами, а затем клетка определяет, как ей реагировать на таких гостей. Это типа домофона у калитки. Зная, кто возле калитки, мы можем сами решать, пускать или не пускать. Точно так же и клетка, зная, что вокруг мембраны определяет свою реакцию на присутствие того или иного химического агента. Смысл всего этого? Смысл изменять свою метаболическую активность в зависимости от состояния внешней среды. Это примерно как выглянуть с окна на улицу и определить, во что нам одеваться, чтобы было тепло и комфортно. А если за забором враги? В мембране на такие случаи есть антигены, структуры, способные вызывать образование антител белков при необходимости защиты от внешних вредных агентов. Это как при определении на улице пожара позвонить в пожарную службу или побежать за огнетушителем и затушить пожар под забором, если вдруг кто-то поджег под ним кучу сухой травы. Таким образом, мембрана бережет наш дворик. И не только бережет, но еще и поддерживает в нем свою собственную ауру, своеобразное настроение внутри дворика. И все это свершается благодаря избирательному транспорту ионов через мембрану, которая поддерживает разность потенциалов. На улице одно настроение, а внутри дворика другое. На улице настроение улицы, а во дворе настроение, которое мы создаем своим присутствием и своим внутренним порядком. Точно так же и в мембране, которая обеспечивает постоянство и здоровое функционирование клетки. И напоследок должен сказать, что мембраны есть также и у ядра, и у других органелл внутри клетки. И эти мембраны нужны прежде всего для препятствия свободному перемещению воды и растворенных в ней веществ из цитоплазмы в них и обратно. Защита стен дома от климата во дворе. Как устроена мембрана? Об этом расскажу в следующем ролике. Смотрите плейлист Клетка.